Здравствуйте! Меня зовут Людмила Бородулина, живу я в городе Калининграде. Я хочу вам рассказать про волшебный амулет. В 1913 году при археологических раскопках Королевского замка был обнаружен исторический амулет, нательный. Его исследовал известный историк, руководитель исторического проекта «Тайный Кенисберга-13» Трифонас Сергей. И что он обнаружил? На одной стороне амулета нарисована винная бочка. Под бочкой валяются два пьяных рыцаря, а сверху бочки сидит черт, который наливает вино. С другой стороны нарисован параграф и две единицы 11. Она означает поминальную молитву об умерших пьяных. Когда нашли этот амулет, он принадлежал герцогу Альбрехту Брандербургскому, первому герцогу Пруссии. И от того, что у него был надломлен дух, не было наследника, придворный колдун изготовил этот волшебный амулет и помог Альбрехту избавиться от пьянства. Альбрех родился в 1490 году и умер в 1578. Вот из-за этого амулета он стал здоровый и прожил такую долгую жизнь. В 2003 году этот амулет решили увеличить в 13 раз. При изготовлении копии этого старинного амулета было использовано 13 серебряных монет. Амулет изготавливался в городе Гурьевске в монетной мастерской. И когда изготавливали копию, решили привлечь людей, которые страдают пьянством. В изготовлении этого амулета копии участие принимали активное общество «Трезвое поколение». Этот амулет решили установить на самом людном месте города Калининграда. Многие жители России, больные алкоголизмом, приезжают сюда, чтобы исцелиться, прикладывают руку и исцеляются. Поэтому приезжайте нам в город Калининград к этому волшебному амулету исцелиться.